Даже рабочие на лёд выходят с клюшкой. Только оканчивается она щёткой. Так удобнее наносить разметку. Делают её обычной гуашью, но хорошенько подогретой. Чтобы краска не только загустела, буквально вплавилась в лёд. Чуть подстынет, смачивают водой для образования корочки. Кропотливой разметкой на спичфабрике заморочились из-за местных спортсменов. Образуется хоккейная команда. Это подростки, порядка им 13-14 лет. Поэтому отсюда мы решили сделать разметку, чтобы поставить им ворота, чтобы уже занимались полноценно. И кто знает, может быть, когда-нибудь мы выставим соревнования на городские. Никита Макаров в хоккей не играет, но за ходом работ наблюдает внимательно. Два года подряд они с ребятами зимой оставались без катка. Поэтому, как только возвели новую коробку, взяли над ней негласное шефство. Никто не ходил, не разрамывал. Только это. Ну, эти малолетки ходили, разрамывали. Лед. Да. Мы их отгоняли. На коньках кататься удобно, прикольно, не как тогда было. Тогда вообще невозможно было кататься. Какие затупали. Но основная нагрузка по подготовке льда ляжет на плечи хоккеистов и пожарных. Их на коробку вызывали уже несколько раз, чтобы залить ее водой. На один только слой уходит две цистерны и около 15 минут работы. Застывать лед будет почти сутки. На это время вход на коробку для местной ребятни закрыт. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова